Всем привет! Сегодня я расскажу историю возникновения праздника День Защитника Отечества. Почему День Защитника Отечества отмечают 23 февраля и традиции Дня Защитника Отечества все по порядку и проехали. История возникновения праздника День Защитника Отечества История Дня Защитника Отечества неотъемлемая часть истории нашей страны. Этот настоящий праздник настоящих мужчин, которые в любой момент готовы встать грудью на защиту своей Родины. 15 января 28 января по новому стилю 1918 года Советом Народных Комиссаров СССР был издан декрет о создании рабочей крестьянской Красной Армии. Немецкие и австро-венгерские войска наступали, не встречая почти никакого сопротивления. Они с легкостью занимали такие города, как Псков, Ревель, Минск, Нарву. К середине февраля положение на фронтах было катастрофическим. Молодую пролетарскую страну, казалось, могло спасти только чудо. 23 февраля 1918 года Совет Народных Комиссаров публикует воззвание к народу «Социалистическое Отечество в опасности». Спустя один день появляется воззвание военного главнокомандующего Н. Крыленко, призывающего всех встать к оружию. Чтобы защитить революцию, начинается всеобщая мобилизация и массовая запись в Красную Армию, которая, наконец-то, пытается оказывать сопротивление германским войскам. 3 марта 1918 года был подписан Брестский мир. Молодая Советская Республика смогла отстоять свое право на существование. Почему День Защитника Отечества отмечают 23 февраля? Однозначного мнения не существует по официальной версии. 23 февраля Красная Армия одержала первую победу над германскими войсками под Псковом, но все же более правдоподобно выглядит другая версия. 10 января за две недели до первой годовщины создания Красной Армии 28 января Н. Подвойский председатель высшей военной инспекции РКК подал прошение об объявлении этой даты Днём Красной Армии. Его просьбу рассмотрели с некоторым опозданием, поэтому День Красной Армии было решено совместить с другим революционным праздником Днём Красного Подарка, который был назначен на 17 февраля. Но в 1919 году 17 февраля выпадало на понедельник рабочий день. Праздник был единоразово перенесён на ближайшее воскресенье, 23 февраля, но нет ничего более постоянного, чем временное День Защитника Отчества. Отмечается 23 февраля уже почти 100 лет. Справедливости ради надо сказать, что официальный статус День Защитника Отечества приобрёл только в 1922 году. 27 января этого года в ЦИК из Даукаса торжественном праздновании Дня Красной Армии 23 февраля в СССР праздник назывался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Традиции Дня Защитника Отечества Традиции Дня Защитника Отечества не менее богаты, чем у его истории. Это главный мужской праздник, который не менее популярен и любим, чем Международный Женский День. Конечно, с годами он существенно утратил свою политическую и военизированную окраску, и это здорово. Потому что в этот день принято поздравлять всех мужчин от мала до велика. Поздравьте вы своих дорогих защитников. Независимо от того, сколько им лет, служат ли они в армии или занимаются мирным трудом, скажите им добрые слова. Пожелайте счастья и здоровья. Наши мужчины этого полностью заслуживают. Мы на этой ноте закончим. Продолжение следует...